Чуть раньше спрашивали, сколько у нас агентств, сколько клиентов. Клиентов казалось больше. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто работают с контекстной рекламой и сами запускают. А кто работает через агентство? Понятно. В принципе, мой доклад будет интересным как первым, так и вторым, так и третьим непосредственно самим рекламным агентством. Я на самом деле пытаюсь рассказать о том, как построить долгосрочную плодотворную работу для всех. И мой доклад такая некая выдержка моего опыта, потому что, по-моему, у тебя есть моменты, когда я работал в рекламном агентстве, а есть опыт, когда я работал на стороне клиента. Так, если чуть подробнее во мне. Ранее я создал, руководил отделом контекстной рекламы в компании Pixel+. Когда работал в агентстве, придумал несколько сервисов по автоматизации контекстной рекламы. Если кто-то был в прошлом году на Reefio, на секции контекстной рекламы, собственно, там один из сервисов я презентовал. В данный момент я руковожу маркетингом в брокере зарубежной недвижимости Траньо и являюсь экспертом Яндекса по обучению. Так, тема доклада. Собственно, прежде чем начать работать в рекламном агентстве с клиентом, надо эти отношения как-то зафиксировать, и эти должны быть отношения явно договорные. Так вот, предыдущий этап, который предполагает договорные отношения, это подготовка коммерческого предложения. Какие коммерческие предложения я встречал, работая в агентстве, работая в стороне бизнеса? Как это иногда бывало? Продажник интересуется у нас о том бюджете, который мы готовы потратить на рекламную компанию. Бывает такое, что рекламные агентства не работают с бюджетами до X рублей и работают только с большими бюджетами. Если по бюджету мы не проходим, и это большая группа компаний, то вас, скорее всего, дадут дочки компании поменьше, которые работают с этими меньшими бюджетами и постараются полотворенно с вами поработать. Если этой дочки нет, то возможен вариант, что вас пройдут просто как лида в другую компанию. А если сделка состоится, еще денег получится с этого. Ну ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Если вы все-таки договорились по деньгам, у вас просят сайт для того, чтобы понять, какая тематика, интересно ли она агентству и вообще хотят ли они с ним работать. И приоритеты по группам товаров или услуг, потому как обычно рекламируется не весь сайт, не все товары или услуги, а только какая-то их часть, чаще всего самая маржинальная. Итак, после того, как подажник собрал с вас эту информацию, он идет к специалистам, если мы говорим конкретно о контекстной рекламе, то идет к PPC специалистам и узнает, есть ли в этой тематике у нас кейсы. Если есть кейсы, то он обязательно спросит бюджет, с которым они работали. Если этот бюджет есть, то чаще всего продажник не будет долго тянуть, позвонит вам и скажет, Иван Иванович, здрасте, здесь такое дело. Посовещались с коллегами и оказалось, что у нас есть кейс в этой теме. И так выходит, что в этой теме можно работать только не с x бюджетом, а 2x. Если у вас есть 2x, то мы готовы с вами дальше сотрудничать. Если нет, ну простите. Скорее всего, вам помочь не можем. Если кейсов в данной тематике нет, то вас, скорее всего, спросит еще несколько вопросов, которые смогут составить коммерческое предложение и подготовить само непосредственно коммерческое предложение. Что будет в этом самом коммерческом предложении? Будет тот бюджет, который вы уже обговорили, даже, возможно, несколько раз. Он может быть чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, а может быть копейка в копейку. Зависит от того, как каждое агентство работает и в какую точку психологическую дает. Кроме бюджета будет указана комиссия, которая вы оплатите рекламному агентству за настройку рекламной кампании. И будет указан медиаплан, количество переходов, которые вы получите за те деньги, которые вы заплатите. На самом деле, во всем этом деле есть несколько рисков для бизнеса. Давайте разберемся, какие это риски. Самое первое – это невыполнение того медиаплана, который мы составили. И здесь есть уже объективные и необъективные причины. Давайте разберемся сначала в объективных. Это смена рыночной ситуации. Рынок мог измениться, пришли новые рекламодатели, аукцион повысился, и уже на этот же бюджет агентство может купить меньшее количество трафика. Или это же количество трафика за больший бюджет. Кроме того, что рынок может измениться в худшую сторону, в принципе, он может измениться и в лучшую. Такое тоже бывает. Субъективная причина. Изначально медиаплан составлен некорректно. Просто продажнику было лень собирать всю семантику, или хотя бы базовые базисы по семантике. Он собрал 2-3 запроса или кинул сайт в один из сервисов, который собирает семантику. Собрал, проверил в прогнозе бюджета Яндекса. В гугле лень ему было собирать. Просто поставил коэффициенты из опыта. Собственно, сам медиаплан составил неправильно. Говорить о том, что его потом выполнять, собственно, бессмысленно. Медиаплан сам изначально был убыточен. Об этом поговорим далее более подробно. Что со всем этим делать и как эти риски обойти. В первую очередь считать экономику своего бизнеса, знать все показатели и делиться этими показателями с агентством. Агентство – это не зло. Оно не хочет украсить ваш бизнес. Простите. И вряд ли оно будет создавать похожий бизнес модель с вами. Они на другом зарабатывают деньги. Работать вместе с агентством, доверять агентству и проверять иногда агентство. Бывает всякое. Собственно, начнем с первого. Считать экономику. Как же все-таки это все считать? Вот указана на самом деле воронка продаж о том, как пользователь изначально видит ваше рекламное объявление. Часть этих пользователей переходит на сайт при помощи клика на объявление. И часть из этих пользователей вставляет заявку. Вот именно за эти три показателя чаще всего отвечает рекламное агентство. Все остальные показатели, которые будут в этом треугольнике синеньком, это то, за что отвечает бизнес и те точки роста бизнеса. Именно заказы, продажи и повторные продажи. Между каждым показателем есть некий коэффициент. Допустим, коэффициент между кликами и показами. Я думаю, все знают, что это коэффициент называется CTR. Это отношение кликов к показам. Все знают, что в контекстной рекламе чем выше CTR, чем ниже цена клика. Итак, дальше коэффициенты. Конверсия сайта. Это отношение тех, кто оставил заявку к тем, кто пришел к вам на сайт. Сделать это можно и отслеживать при помощи любой системы аналитики в Яндекс. Метрики это делается несложно. Часть цели можно настроить самостоятельно, часть можно настроить с помощью программиста. Но задача вообще несложна. Делается просто. Дальше. Конверсия и дело продаж. Не все заявки, которые пришли к вам на сайт, будут превращены в продажи. К сожалению, так. Возможно, человек позвонил просто узнать характеристики товара. Возможно, ваш продажник случайно нахамил клиенту потенциальному. И сделка совралась. И еще миллион причин, почему это могло не произойти. Кроме того, как человек согласовал заказ, его все устраивает, да не мог, мог не доехать курьер. Он мог приехать позже. Он мог, опять же, нахамить или неопрятно выглядеть, или потерять товар по дороге. Собственно, еще миллион причин, почему могла сорваться сделка, и у вас не оказаться денег в кармане после этого. Ну и повторные продажи. На самом деле, если все прошло хорошо, клиенту все понравилось, то клиент становится лояльным к бренду и, возможно, закажет еще. На самом деле, это называется процент повторных покупок. Ну, я это называю лояльность клиента к бренду. Не суть важна. Разберем, как мы за все это обычно оплатим. Алена уже сказала, что за показы в медийной рекламе и в части таргетированной рекламы мы оплатим по CPM, а точнее за тысячу показов клики – это CPC. CPL, CPO, CPS мы разберем дальше чуть подробнее. Это конкретно, сколько стоит заявка, заказ, продажи. И LTV – то, сколько денег принес бизнесу клиент за весь срок сотрудничества с этим бизнесом. Итак, CPL. Эта стоимость оформленной заявки считается, как все расходы, разделенные на количество заявок. Обращу внимание, что все расходы, не только рекламный бюджет. Не забываем туда приплюсовать НДС. Не забываем туда приплюсовать ту сумму, которую вы потратили на само рекламное агентство, которое настраивало вам эту контекстную рекламу или любой другой канал трафика. И, собственно, не забываем все это считать. CPL – все то же самое, только вместо заявок получаются заказы. CPS – вместо заказов получаются сделки. Идем вниз по воронке, показатели абсолютно идентичные. Меняется только, что это заказ, заявка или сделка. LTV – жизненная ценность клиента. Очень интересный показатель. Считать его обязательно тем, кто работает по абонентской системе. То есть где есть постоянные платежи или несколько платежей, то LTV обязательно к расчету. Считается, как средний чек умножен на количество сделок в месяц. Месяц – это так поставлено. По сути, это любая единица времени. Может быть год, может быть десятилетие. Умноженное на время удержания клиента в то единице измерения, что мы указывали до этого. Месяц – значит здесь будут месяцы. Если были года, значит и здесь в годах. Собственно, и еще одна метрика, которую я позволю себе добавить, это CPC только с приставочкой «и». Некая искренняя ставка, так называемая. Это максимальная ставка, которая выгодна для вашего бизнеса. Это то, сколько мы готовы платить за каждый клик, чтобы не уйти в минус. Так рассчитывается, как средний чек умножен на маржинальность, умножен на конверсию от трафика в сделки. Конверсия от трафика в сделки, здесь обращу внимание более подробно чуть позже. Здесь есть сюрприз еще. Для того, чтобы все это рассчитать, нам нужна статистика. Где ее убрать? Конверсию сайта мы берем с системы аналитика, той же яндекс-метрики. Конверсия отдела продаж, курьерской службы и процент повторных покупок мы берем с CRM чаще всего, если она нормально ведется. К этому прибавляем средний чек и маржинальность. Здесь уже просто надо понимать о том, с каким продуктом мы работаем, и какие там показатели. Отмечу, что для разных групп и товаров или даже для разных товаров в рамках одного сайта, в рамках одного бизнеса средний чек и маржинальность может быть разной. Назревает на самом деле вопрос, может ли меняться искренняя ставка у двух одинаковых бизнесов. Для того, чтобы с этим разобраться, взглянем еще раз на формулу и увидим, что у нас там стоит три коэффициента. Средний чек, маржинальность и конверсия от трафика в сделке. Соответственно, изменив один из показателей, мы изменим искреннюю ставку. Я уже говорил о том, что у нас конверсия именно от трафика в сделке, она включает в себя три вида конверсии. Конверсия сайта, конверсия отдела продаж и конверсия курьерской службы. Для того, чтобы все это посчитать, надо просто между собой это перемножить. Давайте теперь разберемся, может ли меняться. Допустим, у нас два бизнеса, занимаются они, допустим, мебелью. Цифры все условные, кстати. У нас получается средний чек 10 тысяч рублей, маржинальность 50%, конверсия сайта 1%, конверсия отдела продаж 20%, конверсия курьерской службы 60%. Исходя из этих цифр, у нас искренняя ставка равняется 6 рублям. Так вот, первый рекламодатель считает, что его бизнес оптимизировать никак нельзя, и он налегает на рекламное агентство и говорит, что давайте лучше работать. Там у второго бизнеса, я видел, все несколько лучше идет. А второй знает и доверяет. рекламное агентство, с которым он работает, и старается оптимизировать свой бизнес. Собственно, что из этого получается? Второй бизнес смог увеличить средний чек путем добавлением новой категории товаров, добавлением платных услуг, допустим, доставка за город платная, платная сборка той мебели, которую заказали. В общем, всеми правдами и неправдами увеличили средний чек на 20%. Увеличили один из показателей на 20%, увеличили искреннюю ставку на те же 20%. После этого второй бизнес решил вынести свой центральный склад за город, тем самым уменьшив стоимость арендной платы за этот склад. Маржинальность увеличилась на 10%, увеличили один из показателей, увеличили искреннюю ставку. После того, как провели небольшие работы, появились какие-то свободные средства, заказали коммерческий аудит сайта, внедрили коммерческий аудит сайта, конверсия сайта выросла в два раза. Сразмерно выросла и максимальная искренняя ставка. То же самое было с отделом продаж. Заказали аудит отдела продаж, внедрили скрипты, внедрили CRM, увеличили конверсию. И с курьерской службой тоже было то же самое. И мы видим, что между первым и вторым бизнесом разница почти в 10 раз. Хотя рекламное агентство и там, и там работало одинаково. Только первое рекламное агентство может позволить трафик себе не дороже 6 рублей, а второе, может покупать трафик в 10 раз дороже, тем самым тестируя новые инструменты, в том числе работать с мобильным трафиком, о котором говорила Нина, в том числе работать с медийной рекламой, Алена говорила, в том числе таргетированной рекламой и вообще тестировать много разных гипотез. Что делать со всеми цифрами и как в них не запутаться? Но берем нашу искреннюю ставку первым делом, что мы высчитали и сравниваем с тем, что указано в медиаплане. Если наша искренняя ставка выше, чем указано в медиаплане, все хорошо, можем запускаться. Но если она ниже, чем та, которая указана в медиаплане, я бы вам не советовал запускаться в таком медиаплане, потому что вы будете работать, рекламное агентство будет работать. Все будут работать, но деньги у вас будут только убывать. Вы не сможете работать в плюс по отрицательному медиаплану. Сравниваем нашу искреннюю ставку с тем, что есть в данный момент в рекламных кабинетах, если уже есть какая-то рекламная кампания. О, видно. Я у себя боялся, будет видно или нет. Это на самом деле банальная статистика из Яндекс.Директа. И здесь важно сравнить вашу искреннюю ставку с той, которая указана справа, средняя цена клика. Если ваша искренняя ставка выше, значит все хорошо. Можно еще залезть в блок назначения ставок. Именно так выглядит она в новом интерфейсе Яндекс.Директа. Слева там, где 70 рублей. Это та цифра, которая должна быть ниже вашей искренней ставки. Она может быть выше, но надо у рекламного агентства спросить, почему так. Она там может быть и по объективным причинам, и по необъективным причинам. Вам просто надо с этим разобраться. И следить. Отдавать всю накопленную статистику вами в рекламное агентство, для того, чтобы оно могло более детально просчитывать все медиапланы и ту стратегию, которую она может вам предложить. Оптимизировать свой бизнес и увеличивайте возможности рекламного агентства для закупки трафика для вашего сайта. На самом деле у меня все. Единственное, что подытожу, что успешная рекламная кампания – это тандем успешной работы бизнеса и рекламного агентства. Если кто-то из этих двух составляющих будет работать не на полную, то успешной плодотворной работы вряд ли получится. Всем спасибо. Готов ответить сейчас на общие вопросы. Если будут детальные вопросы, то лучше их перенести в кулуарах. Я думаю, что такие могли возникнуть. Также можно писать в социальные сети и на почту. Спасибо. Антон, добрый день. Добрый день. Меня Григорий зовут. Вопрос следующий. Картина очень красивая, когда мы… То, что вы называете истинной ставкой, у нас… Искренней. Искренней ставкой растет. И все к этому готовы, включая клиента. Но зачастую это жизнь. Клиент хочет тратить меньше и зарабатывать больше. Его не интересуют другие возможные версии или инструменты, в которых он не уверен. Он видит конкурента, у которого стоимость чека ниже. Это не значит, что он теряет доход. А в большинстве случаев это значит, что клиент на этом рынке, например, на региональном, например, в Воронеже, предлагает меньшие деньги. И у нас рынок не бесконечен и не безграничен. То есть его емкость в большинстве случаев известна. И два конкурента с такими ценами будет просто увеличиваться количество продаж у того конкурента, у которого цена просто ниже. И люди будут переходить по обоим ссылкам, проверять и сравнивать. Мы не имеем прямую линию кликнул, перешел, купил. Нет. Там с другой стороны тоже аналитика, только она клиентская. Если мы это не учитываем, мы получаем искаженную статистику, искаженную, как вы называете, истинную ставку? Искренне. Искренне. Прошу прощения. Вопрос в следующем. Насколько это жизнеспособная версия и почему мы во всем этом не используем такие инструменты, как декомпозиция, где мы в одном месте это все собираем, смотрим и видим те же самые цифры. Давайте я начну издалека. Мне просто кажется, что вы измеряете успешность и неуспешность рекламной кампании, то, сколько денег вы на нее тратите. Успешность или неуспешность рекламной кампании, безусловно, меряется деньгами, которые вы получаете. Но это зависит, в свою очередь, от того рынка, на котором вы работаете и от той рекламной стратегии, которую вы выбираете. Все. Я просто понял ваши мысли, я его уточнил. Так вот, я вам предлагаю измерять успешность и неуспешность не объемом бюджета, а той суммой, сколько вам обходится новый клиент и повторные продажи. Вам важно в данном случае CPA. Сколько вы платите за конверсию, за конкретную продажу? Как конкретный клиент или агентство? Я с вами согласен и спорить не буду, не буду возражать. Мы сейчас с вами говорим о реальности, в которой возможный клиент мой, как агентство, например, у которой торгует мебелью та самая торговая компания, они считают все деньги и потраченные, и полученные. И в том числе они хотят потратить, они сразу хотят потратить меньше. Они не хотят еще получить больше, они уже хотят потратить меньше. Вот в чем, собственно говоря, беда и в чем проблема агентства для того, чтобы продемонстрировать различные кейсы или показать, как это будет работать. На уровне декомпозиции, на уровне каких-то графиков, на уровне новых терминов, типа, прошу прощения, искренняя или истинная? Искренняя. Я просто реально вопроса сейчас не слышу. Это как примечание, могу себе где-то там на полочку отложить. Вот если вы сформулируете конкретный вопрос, на который я могу ответить… Что нам делать в реальности, Антон? Работать. Это ответ на любой вопрос в любой аудитории этого форума. Григо… Все, вот этот ответ мне больше удовлетворяет на самом деле. Окей, ну… Вы спросите, что делать, если кейс-кейс-кейс? Нет, еще раз. Нам был показан кейс, нам был продемонстрирован термин, путь к нему, декомпозиция. Все это прекрасно демонстрировало, как это было бы здорово, если бы все клиенты не были идиотами. Одну секундочку. Но у нас мы в реальной жизни, и может быть, есть какой-то другой кейс, как вы это показали. То есть это пока было… Ну, умозрительное… С разными стоимостью чека. В реальности как это происходит? Было ли у вас? Григорий, я, наверное, тебе отвечу. Давай. Первое. Выбирай тех клиентов, с кем тебе будет комфортно работать. Я все уже это делаю. Молодец. Я знаю. Поэтому я тебе и отвечаю. Да вот аудитория, у которой тоже самые вопросы появятся, ребята. Ну, еще раз. Выходя на… С большим удовольствием. Давайте еще вопросы. Не просите тогда задавать вопросы. Если нет на них ответа, нет. Гриш, ну, давай тогда в кулуарах обсудим этот момент. Я тебе просто как агентство агентства скажу. Первое. Работай с теми лидами, которые к тебе приходят, и готовь их к тому, что ты им будешь отдавать. А второй момент. Выбирай тех тебе клиентов, с которыми ты сам захочешь работать. И таких ситуаций у тебя не возникнет. Ну, ладно.